МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильная, страстная, строптивая. Что вы снимаете в мои руки? Уже не первый раз. Что значит не надо проверять? Мы ради этого делаем репетицию. Руководить мужиками надо быть мужиком самим. И она, конечно, в этой степени дядька. В пять лет она мечтала стать балериной. Я думаю, что прежде всего этот толчок был получен от музыки. Потому что музыка – это первично. А в 17 оказалась прикованной к постели. Я получила травму на предпоследнем курсе. И это поменял мою жизнь. Теперь она учит других. Не бояться ничего. По-другому и невозможно в театре. Это безумие, служение. Все. Другого слова я не знаю. Как не сломаться, даже если тебя сломали? И как маленькой женщине утвердиться в большой мужской профессии? Об этом лауреат премии «Золотая маска» – кореограф, педагог и режиссер Алла Сигалова. А где наши замечательные игруны? Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Добрый день. Как вы? В эфире сейчас. Сейчас в эфире. Я в эфире всегда, что называется. Привет. Рад вас видеть. Здравствуйте. Привет. Как? Привет, мой хороший. В Петербургском театре музыкальной комедии – репетиция. Режиссер Алла Сигалова привезла сюда хануму, которую поставила на сцене Рижского русского театра драмы. Стоп, стоп, стоп. Это долго. Почему у нас не было света на ребятах, которые сидели у задника? Значит, он тогда будет... Теперь спектакль в срочном порядке нужно адаптировать к новой площадке. Это понятно, но вы же знали, что здесь другое. Это же не копирка вашего театра. Давайте сначала, да, Оскар? Попробуем начало сделать. Я уже делала, как режиссер, музыкальные спектакли. Я не делаю драматические спектакли, потому что оставь меня без музыкального материала, без музыкальной подушки, и я все, я рухну. Для меня главный манок – это музыка. Мы с тобой, одиночки. Пойму, пойму, пойму. Спектакль Сигаловой нельзя сравнивать с легендарной постановкой Товстоногова. Грузинский колорит здесь едва уловим. Музыка Гея Кончеля звучит в джазовой обработке. Сваха Ханума – эффектная блондинка, которой едва за 30. Стоп, 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 стоп. Сейчас, Никочка, сейчас, извините. Проявлять эмоции Алла Михайловна позволяет себе только в работе. В обычной жизни она невозмутима, вежлива и наглухо закрыта от окружающих. Согласие на интервью для нее – не повод раскрыться. Формат нашего интервью – это абсолютно не может быть откровенный экскурс в историю моей жизни. Есть такие травмы в жизни, которые вот просто так сейчас незнакомым людям выкладывать. Понимаете, я сейчас не у батюшки на исповеди. В броню воспитания и воли Сигалова заковала себя еще в детстве. Ей было 10 лет, когда она решила посвятить свою жизнь классическому балету. А там характер важнее гибкости и осанки. Алла Сигалова родилась в Волгограде. В этот город ее родители-ленинградцы приехали по распределению после окончания учебы. Папа был пианист, закончил Ленинградскую консерваторию по классу профессора Голубовской. Мама танцевала и работала в театре музыкальной комедии в Волгограде, потом в Красноярске. В 10 лет Алла поехала в Ленинград поступать в хореографическое училище. Одна, без родителей. Раз, два, три. И так по пять часов в день. Расставание с родителями я до сих пор, вот вы сказали, у меня прямо все там внутри перевернулось. Потому что я плакала каждый вечер в течение трех лет. Я все время плакала, плакала, потому что мне казалось, что вообще меня бросили. И ужасная эта ситуация. Она готова была пережить любые трудности, но отказаться от мечты никогда. Все прекрасное, восхитительное, я бы даже сказала, все, что во мне есть, это все, конечно, оттуда. Трудоспособность, дисциплина, умение и понимание хореографии, понимание танца. Все от моих учителей. Это прежде всего Ирина Георгиевна Генслер, педагог по характерному танцу. И, конечно же, Наталья Михайловна Дудинская. Человек-радость, человек-счастье, человек-профессия. Учеба давалась Алле нелегко, мешал характер. От того, что я имела доступ к запрещенным книгам, архивным материалам, я знала порой больше, чем наши педагоги. И, конечно, не имею в виду химию и физику, а имею в виду историю театра, историю балета. Я опускалась в споры, и это, конечно, не вызывало у педагогов радости. В балете вообще и в хореографическом училище более чем иерархия и дисциплина поведенческая, она суперсложная, супер жесткая и супер все расставлено на свои места, на свои полочки. И поэтому ребенок, который вел себя так, как я себя вела, конечно, вызывал ощущение, как бы от нее отделаться. Ребят, мы потом по сцене походим, да, потому что надо решить какие-то вещи, которые не решены вообще. Сигалову трижды исключали из училища и трижды восстанавливали. А к четвертому курсу она вошла в число лучших. После окончания учебы должна была выйти на сцену Мариинского театра. Но эти планы рухнули в одночасье. На одной из репетиций Алла получила травму позвоночника. Чтобы не потерять роль, она танцевала, превозмогая боль. Когда терпеть не было сил, работала на обезболивающих. И организм не выдержал. На семь месяцев Алла была прикована к постели. Вспоминать об этом Сигалова не любит. Я не хочу повторяться и не хочу возвращаться публично в то прошлое, которое мне больно. Травма поставила точку на ее балетной карьере. Чтобы пережить этот удар и понять, как жить дальше, Сигаловой потребовался год. Физическая боль – это ерунда. Физическую боль можно все это преодолимо. Что такое физическая боль? Фигня. Я говорю про другую боль, про то, которая вот туда попадает. От любой боли мудреешь. Шкала ценностей выстраивается в правильном порядке. Почему у нас освещены два барана? Уберите свет с барана. Что значит не надо проверять? Мы ради этого делаем репетицию. Руководить мужиками надо быть мужиком самим. И она, конечно, в этой степени она дядька, конечно. О крутом характере режиссера Аллы Сигаловой ходят легенды. До репетиции она может быть мягкой. В работе когти выпускает мгновенно. Какая мощь, такая сила воли. И при этом невероятно красивая женщина с такой лучезарной улыбкой. Она всеядная. У нас есть там точка? Или вы о ней забыли? А почему вы ее сейчас не сделали? Ребятки, забыли? Но она, мне кажется, специально это делает. Она сразу обезоруживает, а потом становится очень милой. В следующей части программы вы узнаете. Зачем Алла Сигалова сбежала из Петербурга в Москву? Что такое контемпорари? И почему язык тела бывает сильнее слов? Женечка, еще разок, Раймонд, еще разок этот второй номер Наташин. Вообще она любит, чтобы артисты работали на износ в ее спектаклях. Все-таки добивается того, чтобы человек себя, соответственно, и чувствовал. И не надо как театральная крыса по углам шастать. Я помню, что она мне говорила, что надо худеть, худеть, надо худеть, худеть. Я ей говорила, что не могу все время не есть, не могу. У меня нет сил, я сразу теряю силы. Значит, вот этот, во-первых, привет, ребят, кого не видел, а потом подойду всех обниму. И она мне сказала такую фразу, которая для меня, конечно, вот, слоган на всю жизнь. Она сказала, силы берутся от желания их иметь. Стоп, 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 ребятки! Женечка, как речитативом? Я теперь! Я даже не понимаю, что вы начали что-то говорить. Профессию режиссера Алла Михайловна получила в ГИТИСе, в Москве, куда в конце 70-х перебралась из Ленинграда. Из Питера уехала намеренно. На Невских берегах все напоминало о пережитой травме. О том, что балет потерян для нее навсегда. А тут другой город, театральный институт, новая жизнь, новые возможности. Я еще даже не закончила учиться, как Мария Снагнебель порекомендовала взять меня на кафедру в качестве педагога по танцу. Да, мне было 22 года, и многие мои студенты были старше меня тогда. Педагогический опыт растянулся на 34 года. Это еще одна профессия Сигаловой, возможно, самая любимая. Сейчас она ведет кафедру пластического воспитания в школе-студии МХАТ. Учит будущих актеров разговаривать телом. Нам хорошо. Алла это делает прекрасно. И как они ее обожают при ее строгости? Она же жесткий человек. Она же скажет, потом в ночь не спит студент. Работа со студентами – это ее фантазия, невероятная. Я не думаю, что это эксперименты. Это отдельный жанр, который принадлежит ей, это ее ноу-хау. Сама Сигалова еще в ГИТИСе поняла. Прожить без классического балета она сможет. Без танца нет. Единственным театром, где Алла хотела служить, был Сатирикон под руководством Константина Райкина. Там много двигались и танцевали. Как актриса она туда не попала, но вскоре пришла туда как хореограф. Роман Виктю, который тогда ставил в Сатириконе служанок, видел в качестве постановщика танцев только ее. Потому что там была хореография, которая была современная для того времени. Была певица Далида. Далида, ее номера, поэтому нужно было ощущать это. А она под Далиду танцевала замечательно. Фибры и нерв Далиды были настолько близок и родной, что могла быть только она. И она их мучила, она их любила, она их ненавидела, и они поэтому танцевали прекрасно. Два года Сигалова отдала Сатирикону, а потом пошла дальше. В 1989 году создала собственную театральную студию, независимую труппу Аллы Сигаловой. То, что делали ее артисты на сцене, выглядело как танцевальная революция. Движение, драма, перформанс, изломанные линии и эмоции через край. На Западе это называют «контемпорари дэнс» – театр танца. То, что создавала легендарная немецкая танцовщица и хореограф Пина Бауш. И то, что хотела принести в Россию Алла Сигалова. Я пошла по этому пути, вот и все. Надо было открыть эти двери. Эти двери открывали до меня, я в них ломилась. Эти двери от щели потихоньку, чуть-чуть открываются с каждой личностью все больше и больше. Я только одна из ряда хореографов, которые помогают прийти в эту страну современную хореографию. Я одна в цепи. Сигалова изучила весь мировой опыт современной хореографии, пропустила через себя и создала свой хореографический язык. На этом языке она могла говорить о том, о чем бы никогда не сказала вслух. Каждый жест движения души, сердечное откровение. Конечно же, страсть, чувственность, честное проявление человеческих эмоций. Не все умеют разговаривать на этом языке, а очень многие еще и стесняются почему-то. Алла Михайловна не из тех, она ничего этого не стесняется, она знает, что такое человек. Вообще она про любовь. Как мне кажется, она очень полна этим чувствам, чувствам любви. В ее жизни была большая любовь. С режиссером Романом Козыгом они встретились уже взрослыми, состоявшимися людьми. Но разглядели друг друга не сразу. Я, во всяком случае, не очень отреагировала. А потом действительно Рома нашел правильный ход к девушке и предложил работу. И так, работая над Картасером, мы соединились. Казалось, что Рома такой волевой и такой мощный в понимании творчества. И вдруг появилась Алла, и Ром очень часто становился вторым во мнении правоты, каких-то споров. Рома говорит, вот Аллочка сказал так, и Рома, подожди. Нет, 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 это был такой союз не просто родных людей, а очень творческий союз каких-то по духу, по пониманию жизни, предназначения здесь. Они были неразлучны 16 лет. Вместе работали, спорили, мечтали, молчали и были счастливы. А в 2010-м Романа Козака не стало. Чем мощнее опыт, который ты проживаешь, тем объем твоей личности становится мощнее, естественно. Любые тяжелые мгновения твоей жизни, они, конечно же, откладывают огромный отпечаток на все, что ты делаешь. И на то, как мудро ты существуешь в жизни. Она предпочитает, чтобы ее проекты ярко рождались и уходили на взлете. В конце 90-х независимая труппа Аллы Сигаловой прекратила свое существование. Исключительно по ее решению. Потому что я должна была идти дальше, развиваться. Я не могу стоять на месте. Это ужасная часть моего характера. Я все время бегу вперед. Мне все интересно. Мне все нужно попробовать. Мне все, все, что касается моей профессии, все хочу понять, сделать. Я жадная до своего дела. У жадной до работы Сигаловой не бывает творческих простоев. Меняются, как в калейдоскопе, театральные подмостки, актерские трупы, съемочные площадки. Но она, кажется, никогда не устает. Она просто движется. Она бежит после выстрела. И когда есть какая-то яма, пропасть, непонятные силы ее переносит, она в это время в воздухе сделает балетное па. Какого па ждать от Аллы Сигаловой в следующий раз, угадать невозможно. Под Рождество опять всех удивило. Превратила балет «Щелкунчик» в оперу. Это такой фокус, который вдруг захотелось, чтобы персонажи, с которыми ты живешь с детства, чтобы они обрели голос, дыхание, чтобы они запели. И то, что компания взрослых людей вдруг пошла на это хулиганство. Это же прекрасно. Совсем другая тема – хореографическая композиция на музыку Пинк-Флойд. Посвящена жертвам Второй мировой войны. Эту идею Сигалова воплотила вместе со студентами школы-студии МХАТ. Для того, чтобы добиться результата в работе с актерами, ты должен прежде всего сам нарыдаться, накричаться, нахохотать. И только тогда они подключатся к той бешеной энергетике, которая в тебе должна быть. Если в тебе ее нет, то не будет ничего. Простите, пожалуйста, стул не на центре. И она умеет сделать так, чтобы большое количество людей дышало с ней внесено одним дыханием. Заставить болеть чем-то большую тучу людей. Мне кажется, это самое главное в режиссере. Господа артисты, соберемся, два слова скажу плохих. Значит, смотрите, ребят, я просто хочу вам сказать, как ленинградка, публика у нас здесь суровая. Не пугайтесь, что не будет реакции. Зрители бывают очень разные, бывают разные настроения, бывают разные погодные какие-то условия. Это влияет на зрителей, очень много влияет на зрителей. Но если артист шикарно играет в спектакль, даже самый утомленный зритель будет захвачен. Если артист играет плохо, значит, зритель будет плохой. И артист будет потом говорить, какая сегодня неудачная публика. Когда ты не публика неудачная, ты сам работай как следует. Отзывы критиков на свои постановки Сигалова не читает. По крайней мере, уверяет, ей все равно, что пишут во всех этих послепремьерных статьях. А почему вы думаете, что меня могут ранить статьи? Я могу прочитать, могу не прочитать. Мне, честно говоря, это не суть, которая меня занимает. Надо все делать для того, чтобы получать знания, удовольствие, радость, чтобы расти, усовершенствоваться. Ну вот как-то я так очень стараюсь жестко в этом смысле к себе относиться. В Питере Сигалова надолго не задержится. Уедет сразу после спектакля. Впереди у нее много работы. В Болонье постановка оперы «Янофа». В Бостоне спектакль на музыку Рахманинова. И Фауст Берлиоза в Париже. График Сигаловой расписан на пять лет вперед. Это моя жизнь. Я каждый день с утра до вечера нахожусь в гуще людей, вообще не с огромным количеством людей. И в этом счастье моей жизни, потому что самое прекрасное, конечно, это встречи с людьми. А почему вы так, у вас плохое настроение? Да? А то как-то будет... Правда, как хорошо? Алла Сигалова не боится быть современной. Она живет здесь и сейчас. Делает то, что ее волнует. Борется за новые идеи. Ставит высокую планку. Она знает, только в этом случае тебе поверят и за тобой пойдут. Не надо бояться, как в молодости, кажется, непреодолимых моментов. Нету стены, которую невозможно перепрыгнуть, переползти, не знаю, как угодно. Я никогда себя не противопоставляла и не сравнивала. Вероятно, просто люди, которые меня воспитывали, достаточно рано объяснили, что у каждого человека свой путь. И каждый человек должен пройти свой путь. Не равняешься ни на кого, ни с кем себя не сравнивая. Жизнь ни на чем не должна останавливаться. Жизнь надо воспринимать как дар Божий. И двигаться. И помнить, что жизнь дается в радость. Эту радость мы делаем собственными руками. Субтитры создавал DimaTorzok